А продолжает череду творческих выступлений студентка факультета коррекционной педагогики. Готоваясь к выступлению, Ксюша признала, что хотела бы оказаться героиней фильма Женя Дебабальзаминова. Чтобы поскорее выйти замуж. Да нет же, потому что все проблемы решались в фильме очень просто, на одном дыхании. И ей хотелось бы, чтобы в жизни все проходило так же легко и мимолетно. Но ведь жизнь не кино. А никто и не говорит, что наш конкурс останется мгновением в памяти конкурсантки. Оглядываясь назад, я бы даже сказала, что это уже целый фильм, который можно начинать монтировать. Подожди. Осталось доснять еще несколько эпизодов. Так впереди один из них. И это выступление Ксении Рябовой. Встречаем. Погулять коррекционной педагогики. Ксюша! 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 Привет, Варюша. А как у тебя дела? Нормально. Что-то какая-то ты грустная. Что случилось? Просто нет настроения. А хочешь, я расскажу тебе сказку. И тогда твое настроение улучшится. Давай. Далеко-далеко, среди могучих вершин, восходило яркое и теплое солнышко. Оно светило всему, что там находилось, и согревало. Однажды мимо этих гор пролетала стая здоровых перелетных птиц. Но один птенец выбился из сил и отбился от стаи. Ему пришлось остаться в этой стране. На следующий день, когда солнышко взошло, она увидела птичку, обогрела ее, придало ей сил, и он полетел. Полетел и вскоре смог догнать свою стаю. Ну что, тебе понравилась история? А почему птенец отбился от стаи? Он был не похож на других птиц. Возможно, ему нужно было больше времени, чтобы крепли его крылья. Ему помогло солнышко? Да. Солнышко позаботилось о птице, обогрело ее, придало ей сил. А ты знаешь, что ты тоже можешь быть таким солнышком? Для этого просто необходимо помогать другим. А вы солнышко? Мне просто нравится, когда исполняются мечты детей, и они счастливы. А у тебя есть мечта? Недавно мы с мамой ходили в картинную галерею, и там были такие красивые картины. И я решила, что тоже хочу стать художником. Замечательно. А давай исполним твою мечту. Что бы ты хотела нарисовать? Я хочу нарисовать своего котенка, только у меня не получится. Ну ты не переживай, ведь самое главное нужно стараться и верить в себя, и тогда все получится. Какой чудесный у тебя лес! Какие волшебные птички сидят на твоем заборе! Какая красота! Ну я же говорила, что у меня ничего не получится. А хочешь, я покажу тебе фокус? Конечно хочу! Ух ты! Как красиво! Нравится? Именно так ты сможешь нарисовать, если будешь верить в себя и стараться. Каждый на свете о чем-то мечтает, всем нам чего-то чуть-чуть не хватает. Кто-то мечтает скорее подрасти, кто-то смешного щенка завести. Новую куклу ты хочешь или книжку, может, мечтаешь понять их братишку, может, к далеким оплыть островам, может, к высоким подняться гора. Кто-то мечтает, чтоб все улыбались, вместе дружили и чаще встречались. Знай, не бывает неважной мечты. Верь и надейся, и к ней стремись ты. Я выбираю быть педагогом, который верит в мечты детей, вдохновляет их, поддерживает и никогда не дает разочароваться в себе. Отличная поддержка сегодня у всех факультетов.